Осип Мандельштам «Я опоздал на празднество Рассина» По мысли Осипа Мандельштама поэзия отличается от автоматической речи тем, что гудит нас и встряхивает на середине слова. Слово оказывается гораздо длиннее, чем мы думаем, и мы припоминаем, что говорить – это всегда находиться в дороге. Слово никогда не предлагает готовый смысл, но подготавливает собеседника к смысловой интерференции, при которой накапливая семантическую энергию в контексте стихотворения за счёт синонимических замен, семантических повторов, стягивания в единый смысловой пучок слов, относящихся к родственным лексико-семантическим группам, за счёт игры лексическими со- и противопоставлениями, образующими сложную систему бинарных соответствий и оппозиций, может обладать одним или несколькими значениями. Исследователи называют этот эффект своего рода семантическим циклом. Когда слово, уже в контексте одного стихотворения, становится ипостазированным, его сугестивные символические смыслы есть не константная, а скорее переменная величина. И поясняют смысловую интерференцию на примере стихотворений «Notre dame» и «Летают валькирии, поют смычки» зависимостью от позиции слова в тексте. Сравни функцию лексемы к конец. В первой и во второй страфе. А также от позиции читателя – опера при первом чтении воспринимается иначе, чем при втором. Любовь Геннадьевна Кихни, Осип Мандельштам – Философия слова и поэтическая семантика. Летают валькирии, поют смычки, Громоздкая опера к концу идёт, С тяжёлыми шубами гайдуки На мраморных лестницах ждут господ. Уж занавес наглухо упасть готов, Ещё рукоплещет в райке глупец, Извозчики пляшут вокруг костров. Карету такого-то разъест. Конец. 1913. «Уничтожайте рукопись», – призывает поэт, – «не сохраняйте то, что вы начертали сбоку, от скуки, от неумения и как бы во сне. Эти второстепенные и миловольные создания вашей фантазии не пропадут в мире, но тот час рассядутся за теневые пюпитры, как третьи скрипки Мариинской оперы, и в благодарность своему творцу тут же заварят увертюру к Леноре или к Гмонту Бетховена». Осип Мандельштам. Египетская марка. Провозвестник поэтического – слуховые галлюцинации. Надежда Мандельштам полагала их чем-то вроде профессионального заболевания. Стихи начинаются так – об этом есть у многих поэтов и в поэме «Безгероя» Иосипа Мандельштама. В ушах звучит назойливая, сначала неоформленная, а потом точная, но еще бессловесная музыкальная фраза. Мне не раз приходилось видеть, как Осип Мандельштам пытался избавиться от погудки, стряхнуть ее, уйти. Он мотал головой, словно ее можно было выплеснуть, как каплю воды, попавшую в ухо во время купания. Но ничто ее не заглушало – ни шум, ни радио, ни разговоры в той же комнате. Анна Андреевна рассказывала, что, когда пришла поэма, она готова была сделать что угодно, лишь бы от нее избавиться. Даже бросилась стирать, но ничего не помогло. В какой-то момент через музыкальную фразу вдруг проступали слова, и тогда начинали шевелиться головы. Вероятно, в работе композитора и поэта есть что-то общее, и появление слов – критический момент, разделяющий эти два вида сочинительства. Иногда погудка приходила к Осипу Мандельштаму во сне. Но, проснувшись, он не помнил приснившихся ему стихов. Надежда Мандельштам. Воспоминания Есть и волги в лесах, и гласных долгота в тонических стихах единственная мера, но только раз в году бывает разлита в природе длительность, как в метрике Гомера. Как бы цезурою зияет этот день, уже с утра покой и трудные длинноты, волына, пастбище и золотая лень и страстника извлечь богатство целой ноты. 1914. Со стороны складывалось впечатление, что стихи существуют до того, как они сочнены. Осип Мандельштам никогда не говорил, что стихи написаны. Он сначала сочинял, потом записывал. Сочинительство же состояло в напряжённом улавливании и проявлении уже существующего и неизвестно откуда транслирующегося гармонического и смыслового единства, постепенно воплощающегося в слова. Надежда Мандельштам воспоминает песни, чужих певцов блужидающие сны – это блаженное наследство, полученное поэтом века от таких же певцов, как и он сам. Поэт слагает чужую песню и произносит её как свою. «Чужая песня, произнесённая как своя – не это ли торжество чужого слова в бахтинском понимании?» – вопрошают исследователи. Кихни, Осип Мандельштам «Философия слова и поэтическая семантика» Под чужим словом русский философ и литературовед Михаил Михайлович Бахтин понимал любые влияния, связанные с воздействием на авторскую интенцию высказаться о предмете и исходящие от уже существующих в культуре высказываний. В чужой речи он выделял несколько разновидностей – двояко направленных, условных, двуголосых слов, которые могут целенаправленно использоваться в пародии, стилизации, сказе, подражании, идеологии. Чужие слова, введённые в нашу речь, неизбежно принимают в себя новую «нашу» интенцию, т.е. становятся двуголосыми. Различным может быть лишь взаимоотношение этих двух голосов. Уже передача чистого утверждения в форме вопроса приводит к столкновению двух интенций в одном слове. Ведь мы не только спрашиваем, мы проблематизуем чужое утверждение. Наша жизненно-практическая речь полна чужих слов. С одними мы совершенно сливаем свой голос, забывая чьи они, другими мы подкрепляем свои слова, воспринимая их как авторитетные для нас, третьи, наконец, мы населяем своими собственными чуждыми или враждебными им интенциями. Михаил Бахтин. Проблемы творчества. Я не слыхал рассказов о Сианна, не пробовал старинного вина. Зачем же мне мерещится поляна, Шотландия и кровавая луна? И перекличка ворона, и арфы мне чудится в зловещей тишине, и ветром развиваемые шарфы дружинников мелькают при луне. Я получил блаженное наследство, чужих певцов блуждающие сны. Своё родство и скучное соседство мы презирать заведомо вольду. И ни одно сокровище, быть может, минуя внуков правду, кому уйдёт, И снова эскальд чужую песню сложит, И как свою её произнесёт. 1914. Поэтика Мандельштама вся пронизана направленными ассоциациями, двуголосыми словами. Можно сказать, что она создаётся текстами предшествующей и современной культуры. Вся она – интертекст. «Каждый текст является интертекстом», – утверждал французский теоретик литературы Ролан Барт. «Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат». По свидетельству Надежды Яковлевны Мандельштам, Осип Мандельштам искал только равноправных собеседников. Его в равной мере раздражали аудитория, ученики и почитатели, у него была ненасытная жажда общения с равными. Вступая в диалог, поэт менее всего нуждался в растительном послушании кардебалета. Если так, то поэтику Осипа Мандельштама следует соотносить именно с третьей, последней разновидностью чужого слова из описанных Михаилом Бахтины. И в стилизации, и в пародии, т.е. в обеих предшествующих разновидностях третьего типа, автор пользуется самими чужими словами для выражения собственных интенций. В третьей разновидности чужое слово остается за пределами авторской речи, но авторская речь его учитывает и к нему отнесена. Здесь чужое слово не воспроизводится с новой интенцией, но воздействует, влияет и так или иначе определяет авторское слово, оставаясь само вне его. Таково слово в скрытой полемике и в большинстве случаев в диалогической реплике. В скрытой полемике авторское слово направлено на свой предмет, как и всякое иное слово, но при этом каждое утверждение о предмете строится так, чтобы помимо своего предметного смысла полемически ударять по чужому слову на ту же тему, по чужому утверждению о том же предмете. Направленное на свой предмет, слово сталкивается в самом предмете с чужим словом. Самое чужое слово не воспроизводится, оно лишь подразумевается. Но вся структура речи была бы совершенно иной, если бы не было бы этой реакции на подразумеваемое чужое слово. В стилизации воспроизводимый реальный образец тоже остается вне авторского контекста. Подразумевается. Так же и в пародии. Пародируемое определенное реальное слово только подразумевается. Но здесь само авторское слово или себя выдает за чужое слово, или чужое выдает за свое. Во всяком случае, оно непосредственно работает чужим словом. Подразумеваемый же образец, реальное чужое слово, дает лишь материал и является документом, подтверждающим, что автор действительно воспроизводит определенное чужое слово. В скрытой же полемике чужое слово отталкивают. И это отталкивание не менее чем самый предмет, о котором идет речь, определяет авторское слово. Это в корне изменяет семантику слова. Рядом с предметным смыслом появляется второй смысл – направленность на чужое слово. Нельзя вполне существенно понять такое слово, учитывая только его прямое предметное значение. Полемическая окраска это слово проявляется и в других, чисто языковых признаках – в интонации и в синтаксической конструкции. Михаил Бахтин. Проблемы творчества Достоевского Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины. Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся. Как журавлиный клин в чужие рубежи, на головах царей божественная пена. Куда плывете вы, когда бы не Елена, что трое вам одна, ахейские мужи? И море, и гомер – всё движется любовью. Кого же слушать мне? И вот гомер молчит, и море чёрное, витействуя шуми, и с тяжким грохотом подходит к изголовью. Август 1915. Метрику Гомера Осип Мандельштам уподобляет витийственному шуму моря. В семантических тождествах стихотворения исследователи находят семантический ремус. Означающая здесь образ гомеровской Илиады, заданной вначале в имени Гомер, затем реализуемый во второй строфе, как бы наяву, в образе царей, плывущих за Еленой, в авторских апеллятивах «Куда плывете вы, когда бы не Елена, что трое вам одна, ахейские мужи?» Тождество в данном тексте представляет собой триаду. Оно включает море, гомера и любовь. При герцум компарационис. Первых и двух образов. Возникает такое впечатление, что Мандельштам действительно решает поэтическую теорену. Если а равно b, а b равно c, то а равно c. Однако оставляет при этом за кадром фонетический ключ к этому торжеству, который обнаруживается при переводе слова «любовь» на латинский язык «amor». «Море» оказывается анаграммой имени «гомеры» и «любви» в античном звучании на греческом и латинском языках. Любовь Кихни. Осип Мандельштам. Философия слова и поэтическая семантика. Пожалуй, и без такой серьёзной филологической работы можно заключить, что в стихотворении Осипа Мандельштама нет ни одного случайного слова. Надежда Мандельштам объясняла. Последний этап работы изъятия из стихов случайных слов, которых нет в том гармоническом целом, что существует до их возникновения. Эти случайно прокравшиеся слова были поставлены наспех, чтобы заполнить пробел, когда проявлялось целое. Они застряли, и их удаление тоже тяжёлый труд. На последнем этапе происходит мучительное вслушивание в самого себя в поисках того объективного и абсолютно точного единства, которое называется стихотворением. В стихах «Сохрани мою речь» последним пришёл эпитет совестный дёгой труда. Осип Мандельштам жаловался, что здесь нужно определение точное и скупое, как у Анны Андреевны. Она одна умеет это делать, а он как бы ждал её помощи. Ана Андреевна Ахматова Сохрани мою речь навсегда За привкус несчастья и дыма, За смолу кругового терпения, За совестный дёготь труда. Так вода в новгородских колодцах Должна быть черна и сладима, Чтобы в ней к Рождеству отразилась Семью плавниками звезда. И за это, отец мой, Друг и помощник мой грубый, Я, непризнанный брат, Отщепенец в народной семье, Обещаю построить Такие дремущие срубы, Чтобы в них татарва Опускала князей на водье. Лишь бы только любили меня Эти древние плахи, Как, нацелясь на смерть, Городки зашибают в саду. Я за это всю жизнь прохожу Хоть в железной рубахе И для казни Петровской В лесу топорище найду. 3 мая 1931-го Хмельницкая В работе над стихами, Замечала супруга поэта, Не один, а два выпрямительных вздоха. Один, когда появляются в строке Или в строфе первые слова. Второй, когда последнее точное слово Изгоняет случайно внедрившихся пришельцев. Тогда процесс вслушивания В самого себя, тот самый, Который, который подготавляет почву К расстройству внутреннего слуха, К болезни, останавливается. Стихотворение как бы отпадает От своего автора. Перестаёт жужжать и мучить его. Одержимый получает освобождение. Бедная корова её Удрала от пчелы. Если стихотворение не отстаёт, Говорил Осип Мандельштам, Значит, в нём что-то не в порядке Или ещё что-то спрятано. То есть осталась плодоносная почка, От которой тянется новый росток. Иначе говоря, работа не завершена. Когда внутренний голос умолкал, Осип Мандельштам Рвался прочесть кому-нибудь новый стишок. Меня бывало недостаточно. Я так близко видела эти метания, Что Осипу Мандельштаму казалось, Будто я тоже слышала всю погодку. Иногда он даже упрекал меня, Что я чего-то недослышану. В последний воронежский период, Стихи из второй и третьей тетради, Мы ушли к Наташе Штемпель. Или зазывали к себе Федю Маранца, Обезьяноподобного агронома, Прелестнейшего и чистейшего человека, Готовившегося в скрипачи, Но случайно в юности испортившего себе руку. Феде была та внутренняя гармония, Которой отличаются люди, слышащие музыку. Со стихами он столкнулся впервые, Но его музыкальное чутьё делало его лучшим слушателем, Чем многих специалистов. Первое чтение как бы завершает Процесс работы над стихами, И первый слушатель ощущается, Как его участник. После двадцатых первыми слушателями стихов поэта Становились биолог Борис Сергеевич Кузин, Агроном Федя Маранц, Человек-оркестр Александр Маргулис, Сын расстрелянного генерала Сергей Рудаков И сын расстрелянного поэта Лев Гумилёв. Друг с другом они не были даже знакомы, Однако никого из них Не миновала трагическая судьба. К немецкой речи Борису Сергеевичу Кузину Себя губя, себе противореча, Как моль летит на огонёк полночный. Мне хочется уйти из нашей речи За всё, чем я обязан ей бессрочно. Есть между нами похвала без лести, И дружба есть в упор без фарисейства, Поучимся ж серьёзности и чести На западе у чуждого семейства. Поэзия. Тебе полезны грозы. Я вспоминаю немца-офицера, И за эфес его цеплялись розы, И на губах его была церера. Ещё во Франкфурте отцы зевали, Ещё о Гёте не было известий, Слагались гимны, кони горцевали, И, словно буквы, прыгали на месте. Скажите мне, друзья, в какой Волгалле Мы вместе с вами щёлкали орехи, Какой свободой мы располагали, Какие вы поставили мне вехи. И прямо со страницы альманаха От новизны его первостатейной Сбегали в гроб ступеньками без страха, Как в погребок за кружкой Мозельвейна. Чужая речь мне будет оболочкой, И много прежде, чем я смел Родиться, я буквой был, Был виноградной строчкой, Я книгой был, которая вам снится. Когда я спал без облика и склада, Я дружбой был, как выстрелом разбужен. Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада, Или вырви мне язык, он мне не нужен. Бог Нахтигаль, меня ещё вербуют Для новых чум, для семилетних боен. Звук сузился, Слова шипят, бунтуют. Но ты живёшь, И я с тобой спокоен. 8.12.1932 Случайных слушателей среди участников первых чтений, как случайных слов В стихотворениях Мандельштама, не бывало. Как так получалось? Тождество слушающего и слушаемого в понимании, как означающего и означаемого в смысловом содержании, тоже семантический ревус. После падения Гетмана и Петлюры в начале девятнадцатого года в Киев вошли большевики. Кому-то из бывших деятелей Киевского литературно-артистического общества пришла в голову мысль устроить в зале бывшей гостиницы «Континенталь» эстраду со столиками для выступлений. Хлам. Художники, литераторы, артисты и музыканты. В это время в Киев съехалось много поэтов и писателей из Петербурга и Москвы в надежде подкормиться в продовольствии на более благополучном Киеве. Помещение Хлама, днём пустое, стало своего рода штаб-квартирой киевских литераторов. Однажды днём, днём в Хламе можно было получить кофе и кое-какую еду, но столики обычно пустовали. Я заметил единственного, кроме меня, посетителя. Невысокий человек лет тридцати пяти, с рыжеватыми волосами и лысенькой, бритый, сидя за столом, что-то писал, покачиваясь на стуле, не обращая внимания на пронесённую ему чашку кофе. «Поэт», – решил я. «Но кто?» В это время в хлам вошёл Маковейский, киевский поэт. Я поделился с ним моими наблюдениями. Решительный в таких случаях, с обычной своей изысканной любезностью, Маковейский представился. Осип Мандельштам последовал ответ незнакомца. Через несколько минут разговор уже шёл о стихах. Точнее, Маковейский говорил и задавал вопросы. Он обладал даром заводить новые знакомства. Оказалось, только что приехав в Киев подкормиться на севере Голуби, Мандельштам пошёл осматривать город и случайно забрёл в хлам. «Я пишу стихи медленно, порой мучительно трудно. Вот и сейчас никак не могу окончить давно начатое стихотворение, не нахожу двух заключительных строк с серьёзным глубоким выражением лица и в то же время с какой-то детской доверчивостью поделился своим затруднением Мандельштам». Это было его прекрасное стихотворение «На каменных отрогах пиерии», впоследствии вошедшее в книгу «Трести». В последней строфе, где не едят надломленного хлеба, где только мёд, вино и молоко, не хватало двух заключительных строк, которые Мандельштам искал здесь, в хламе. С присущей ему формальной находчивостью Маковейский подсказал «Скрепучий труд не обращает небо, и колесо вращается легко». Если вслушаться в музыку двух последних строк стихотворения, эти строки суши и фонетически беднее Мандельштамовских. Я был очень удивлён, когда Мандельштам принял их. Но в таком виде стихотворение появилось в Гермесе и осталось в Трести. Юрий Терапиано «Встречи» ЧЕРЕПАХА А була сафо пёстрый сапожок, и молоточками куют цикады, как в песенке поётся перстенёк. Высокий дом построил плотник дюжий, на свадьбу всех передушили кур и растянул сапожник неуклюжий на башмаки все пять воловьих шкур. Нерасторопна черепаха-лира, едва-едва беспалая ползёт, лежит себе на солнышке эпира, тихонько грея золотой живот. Ну, кто её такую приласкает, кто спящую её перевернёт? Она во сне Терпандра ожидает, сухих перстов предчувствуя налёт. Поит дубы холодная креница, простоволосая шумит трава, на радость осам пахнет медуница. О, где живы, святые острова, где не едят надломленного хлеба, где только мёд, вино и молоко? Скрипучий труд не омрачает небо, и колесо вращается легко. Выпускник Тенишевского училища Осип Мандельштам учился в Сорбонне, изучал романскую филологию и историю искусств в Гебельбергском университете, а после крещения на романо-германском отделении Петербургского университета. Можно, конечно, пытаться представить, как поэт конструирует читателю семантический ребур, тем более, что именно в ремесленническом отношении их стихосложению обвиняли цеховиков-акмеистов, символисты и пролетарские буревестники из-под крыла Максима Горького. Но загадывание загадок не есть стезя поэтического творчества. Загадки возникают позднее, когда читатель в потомстве алгеброй поверяет гармонию и обнаруживает имплицитные закономерности в том, что хотело сказаться в тексте. Примеряя свое чужое слово и речь к авторскому тексту, читатель, он же и провиденциальный собеседник, всякий раз изменяет то, что исследователи именуют контекстной ситуацией, и из-за чего означающее и означаемое приходят в движение, а в поэтике Мандельштама нередко перетекают друг в друга. Поэзия, завидуй кристаллографии, кусай ногти в гневе и бессилии, ведь признано же, что математические комбинации, необходимые для кристаллообразования, не выводимы из пространства трех измерений. Тебе же отказывают в элементарном уважении, которым пользуется любой кусок горного хрусталя. Ирина Адоевцева вспоминала, как при первом чтении Тристии в Петербурге на квартире Николая Гумилёва спросила автора, от чего черепаха Лира ожидает терпандра, а не Меркурия, и разве терпандр тоже сделал свою тефару из черепахи? – Оттого, – отвечал Мандельштам, – что терпандр действительно жил, родился на Лесбосе и действительно сделал лиру. Это придаёт стихотворению реальность и вещественную тяжесть. С Меркурием оно было бы слишком легкомысленно легкокрылым. А из чего была сделана первая лира – не знаю, и не интересуюсь этим вовсе на берегах Невы. Я не увижу знаменитой Федры в старинном многоярусном театре, с прокопченной высокой галереи при свете оплывающих свечей и равнодушен к суете актёров, взбирающих рукоплескань и жатву, я не услышу обращённый крампе, двойною рифмой оперённый стих. Как эти покрывало мне постылы! Театр Рассина, мощная завеса нас отделяет от другого мира. Глубокими морщинами волнуя, нежним и нами занавес лежит, спадают с плеч классические шали, расплавленный страданьем крепнет голос и достигает скорбного закала негодованием раскалённый слог. Я опоздал на празднество Рассина. Вновь шелестят истлепшие афиши, и слабо пахнет апельсинной коркой, и, словно из столетий литургии, очнувшийся сосед мне говорит – Измученный безумством мельпомены, я в этой жизни жажду только мира. Уйдём, покуда зрители шакалы на растерзание музы не пришли. Когда бы грек увидел наши игры? Ноябрь 1915 1 мая 1919 года в киевском кафе «Хлам» Осип Мандельштан познакомился с 19-летней художницей Надеждой Хазиной. Родом она была из семьи ассимилированных евреев. Её отец, сын ямпольского купца Хаима Арона Хазина, служил присяжным поверенным, а мать Ревейка Яковлевна – врачом. Ребёнком она побывала с родителями в Германии, Франции и Швейцарии и училась в частной женской гимназии Аделаиды Жикулиной по программе мужских гимназий. Поступив на юридический факультет Университета Святого Владимирова в Киеве, учёбу бросила и в годы революции брала уроки живописи у Александры Экстер, одной из ведущих художниц русского авангарда. Надеждой Мандельштам она станет позднее, в 1922 году после возвращения поэта в Москву, передышки в Крыму, пленения в Грузии и кавказских скитаний. Мандельштам пробыл в Киеве несколько месяцев. Принимал участие в литературных вечерах и в киевских изданиях. С эстрады он читал очень плохо. То слишком понижал, то слишком повышал тон, торопился, останавливался, иногда начинал снова. В небольшом же помещении, где слышен даже шёпот, он порой читал вдохновенно и прекрасно. Так же и в разговорах. То застенчиво молчал, то вдруг мог говорить долго, глубоко и замечательно. Лишённый от природы представительной внешности, в такие минуты он казался прекрасным. В жизни Мандельштам был беззащитен, непрактичен, наивен, с ним постоянно случались всякие приключения. Так, зайдя навестить знакомого в дом, где помещался военный комиссариат, он попал не туда, его приняли за призывного и чуть-чуть не мобилизовали. В другой раз, желая купить незаконным способом несколько яиц, он попал в милицию и тому подобное. В конце концов, после занятия Киева добровольческой армией, Мандельштам умудрился оказаться в бывшей квартире видного советского чиновника. Знакомые поручили ему охранять эту квартиру. Дело грозило принять трагический оборот. Контрразведка арестовала его, а тут ещё еврейское происхождение. Но поэты-киевляне, имевшие связи, выручили Мандельштама и отправили его в Крым. Юрий Терапиано. Встреча. «Я живу на важных огородах. Ванька Ключник мог бы здесь гулять. Ветер служит даром на заводах, и далёко убегает гать. Чернопахотная ночь степных закраин, в мелкобисерных из зябла огоньках. За стеной обиженный хозяин ходит, бродит в русских сапогах. И богато искривилась половица, этой палубы гробовая доска. У чужих людей мне плохо спится, и своя-то жизнь мне близка». Апрель 1935-го. Воронеж. Будучи преподавателем и лингвистом по специальности, Надежда Яковлевна Мандельштам полагала. Стихи как слово. Сознательно выдуманное слово лишено жизнеспособности. Это доказано всеми неудачами словотворчества, наивной индивидуалистической игры с божественным даром человека речью. К фонетическому комплексу, называющемуся словом, прикрепляют произвольное значение и получается блатной язык или та словесная шелуха, которой пользуются в корыстных целях жрецы, заклинатели, правители и прочие шарлатаны. И над словом, и над стихами совершают это надругательство, чтобы пользоваться ими, как хрусталиком-гипнотизёром. Обман рано или поздно будет разоблачён, но человеку всегда грозит опасность попасть под обаяние и власть новых обманщиков, другой стороной повернувших свой хрусталик. Воспоминания Нынче день какой-то желторотый, не могу его понять. И глядят приморские ворота В якорях, в туманах, на меня. Тихий, тихий по воде линялой Ход военных кораблей И каналов узкие пеналы Подо льдом ещё черней. 9.28.1936 Игры двадцатых, при всей своей вегетарианской обманки, всё более ужесточались. Я с горестью видел, на течении мною любимом, наштамповывается ерунда случайными людьми, ерунда пройдёт в будущее под флагом символизма. Андрей Белый между двух революций. И тонкая жердь предтечи должна была смениться жезлом пастуха Осип Мандельштан. Голос, расплавленный страданием, окреп. Раскалённый негодованием слог достиг скорбного накала. Зрители шакалы собирались на растерзанье музы. Полночь в Москве Полночь в Москве, роскошно буддийское лето, С дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких железных. В чёрной оспе блаженствуют кольца бульваров, нет на Москву И ночью угомону. Когда покой бежит из-под копыт, Ты скажешь, где-то там на полигоне Два клоуна засеяли бим и бом, И в ход пошли гребёнки, молоточки, То слышится гармоника губная, То детская молочная пьянина До реми-фа и соль-фа-ми-ре-до. Бывало, я, как помоложе, выйду В проклеенном резиновом пальто, В широкую разлапицу бульваров, Где спичечные ножки цыганочки В подоле бьются длинном, Где арестованный медведь гуляет С самой природы вечный меньшевик. И пахло до отказу в лавровишней, Куда же ты, ни лавров нет, ни вишен. Я подтяну бутылочную гирьку Кухонных крупноскачущих часов, Уж до чего шероховато время, А всё-таки люблю за хвост его ловить, Ведь в беге собственном оно не виновато, Да, кажется, чуть-чуть жуликовато. Чур, не просить, не жаловаться, Цыц, не хныкать, для того ли разночинцы Рассохлые топтали сапоги, Чтоб я теперь их предал. Мы умрём, как пехотинцы, Но не прославим ни хищи, Ни падёнщины, ни лжи. Есть у нас паутинка Шотландского старого пледа. Ты меня им укроешь, Как флагом военным, когда я умру. Выпьем, дружок, За наше ячменное горе, Выпьем до дна. Из густо отработавших кино, Убитые, как после хлороформа, Выходят толпы. До чего они венозны, И до чего им нужен кислород. Пора вам знать, я тоже современник, Я человек эпохи Москва-Швея. Смотрите, как на мне топорщится пиджак, Как я ступать и говорить умею. Попробуйте меня от века оторвать, Ручаюсь вам, себе свернёте шею. Я говорю с эпохою, Но разве душа у ней пеньковая, И разве она у нас постыдно прижилась, Как сморщенный зверёк в тибетском храме, Почешется и в цинковую ванну, Изобрази ещё нам, Марья Ивановна. Пусть это оскорбительно, поймите, Есть блуд труда, И он у нас в крови. Уже святает. Шумят сады зелёным телеграфом, К Рембранту входит в гости Рафаэль, Он с Моцартом в Москве души не чает, За карий глаза, воробьиный хмель. И словно пневматическую почту Иль студенец медузы черноморской Передают с квартиры на квартиру Конвейером воздушным сквозняки, Как майские студенты шалапуты. Май, 4 июня 1932. Анна Ахматова вспоминала, Что о стихах Овсип Мандельштам Говорил ослепительно, пристрастно И иногда бывал чудовищно несправедлив, Например, к Блоку. А Пастернаки говорил, Я так много думаю о нём, что даже устал. И Я уверен, что он не прочёл Ни одной моей строчки. А Марин Я антицветаевец. Мандельштам Осип Мандельштам всегда говорил, Что большевики берегут только тех, Кого им с рук на руки передали символисты. По отношению к акмиистам Этот акт совершён не был. И лефовцы, и остатки символистов В советское время Одинаково направляли Основной свой удар На последних акмиистов Ахматову и Мандельштама. Иногда борьба принимала Смешные формы, Вроде статей Брюсова, Где он превозносил неоакмиизм С его главой Осипом Мандельштамом И приписывал ему В ученики всех, Кого не лень, Лишь бы ославить школу. Ещё забавнее Личные столкновения Осипа Мандельштама с Брюсовым. Однажды Брюсов Зазвал Осипа Мандельштама К себе в служебный кабинет И долго расхваливал его стихи, Цитируя при этом Маковейского, Киевского поэта, Злоупотреблявшего латынью. В другой раз Брюсов На заседании, Распределявшем академические пайки, Настоял, Чтобы Осипу Мандельштаму Дали паёк второй категории, Сделав вид, Что спутал его с юристом, Носящим ту же фамилию. Это были забавы Вполне в стиле десятых годов, А к политической дискриминации Брюсов не прибегал, Этим занимался более молодой лев. Надежда Мандельштам Я должен жить, Хотя я дважды умер, А город от воды опалоумел, Как он хорош, как весел, Как скуласт, Как на лемех приятен Жирный пласт, Как степь лежит В апрельском провороте, А небо, Небо, Твой Буаноротти. Апрель 1935 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова